всем привет замена вентилятора в ноутбуке hp 4525s я купил вентилятор на алиэкспрессе за пару ваксов самый обычный и будем сейчас его устанавливать три винта выкручиваем таких плоских из-под батареи еще два винта вот здесь вот находится и после вот мы это открутим можно снять вот эту часть следующее что можно открутить клавиатуру здесь здесь и сдвинуть клавиатуру вентилятор находится здесь что получить к нему доступ надо соответственно открутить все вот тут винты кстати заодно клавиатуру можно протрясти вот крошек один винт откручиваем снимаем еще я вентилятора обломал одну из ножек стать когда чистил поэтому тоже будет так дико и что мы здесь видим надо снять вот этот кожух как он снимается откручивается винты все вот эти винты это все приподнимается и вот здесь вот еще маленькими ты все это приподнимается и меняется вентилятор так что придется здесь все ну как бы оторвать здесь может пасту тоже сменить почему нет наш я все разобрал винты здесь под маленький маленький шлиц и главное не потерять все эти винты открутили но это еще не все сейчас придется переставить другую насадку и откручиваю все здесь пока что какие винты три винта от вентилятора один винт крепящий эту стальную крышку два винта которые крепят клавиатуру два винта с обратной стороны ноутбук и три винта из-под аккумулятора все нормально в общем это все мы приподнимаем вот таким вот образом вместе естественно с кулером достаем смотрим как у нас тут прокладочки все поживают все очень плохо так теперь надо аккуратно здесь все пасты намазано потыкать в нее посмотреть как она засохла или нет но они все жиденькая все хорошо с пастой соответственно вот у нас проц в данном случае у меня md turion 2 такти нужно вынуть шлейфик питания кулера вынули и переставляем меня местами он здесь приклеен и это все аккуратненько отклеиваю и ставлю этот сюда этот я заказал на али попробую найти ссылку разница кстати есть новый старый посмотрите на старом когда вот стояла у меня прокладочка да она вот так вот было то есть за нее лапки не задевали хана новом если я ее же поставлю они будут в нее по ней чиркать то есть надо новую где-то искать конечно хорошо что у меня есть вот этого штука но не у каждого дома она есть этот каких-то вещей я думаю возьму толстую толстую от нее ну вот такую толстую от нее отрежу тонкий кусок вот так боком так бежит и как раз получится достаточно тонкая такая штука так я все собрал осталось только все посадить на винты пасту решил не менять она и так нормально вполне жизнеспособная вижу ноутбук этот греется кстати вот эта модель к но это нормально когда ноутбук греется хорошо даже когда греется ноутбук умеренно потому что так ноутбук греется мы чувствуем что с процессора тепло снимается ну из видеокарты это так что умеренно ноутбук конечно греться должен вот ну собираем проверяем работает ли он вообще ну все готово надеваем эту крышку соответственно фиксируем ее тремя винтами которые под батареи вот фиксируем ее вот этими тремя винтами и двумя винтами здесь компьютер теперь работает достаточно тихо среднем температура процессора у меня при каких-то непроизводительных задачах до 65 если же начинаю там видео смотреть еще что-то делать поднимается конечно выше ну так в целом рабочая такая температура у меня где-то 63 все принципе всем спасибо и до встречи на канале увидимся эверестом меряю температуру